С этого дня табличка на дверях приемной помощника президента Побресской области поменяется. На ней будет обозначено имя Дмитрия Дмитриевича Гоборова. Но не в табличке суть главная то, по словам губернатора Берестейского края Константина Сумара, что к власти должны приходить люди со свежим взглядом на ситуацию проблемы, которые существуют, а также люди, умеющие их решать. Таковым является Дмитрий Гоборов, который не один десяток лет находится у руля, стаж «Богатые отзывы» о проделанной работе достойные. Последние годы Дмитрий Дмитриевич возглавлял Могилевский район и вывел его, по многим показателям, на позиции лидерства. Дмитрий Дмитриевич Гоборов отличается дополнительно и цивилстремленностью, и практичностью, и уважительным отношением к подчиненным и населению. При назначении помощника главного инспектора Побресской области, глава государства, президент Республики Беларусь отметил, что в стране необходимо укреплять эффективность вертикали власти, уделяя особое внимание кадровому вопросу. Задачи у нас перед нами, я всегда говорю одни, президент страны у нас один. И то, что ставит перед нами президент, как раз мы должны тут выполнять все хором, и все внизу он делать, потому что иначе, тогда, если где-то будет какая-то фальшивая нотка, тогда эта нотка выпадает с общего звучания той или другой симфонии. Задачи в целом перед областной вертикалью стоят немалые. У каждого чиновника свой фронт работ. Каждый в ответе за свое дело. У куратора Брещина совсем другие цели и задачи. Как и глава региона, он отвечает за все сделанное, а главное, он в ответе за все те недоработки, которые есть в области. Не сдавать позиции, на которых уверенно, вот уже не один год стоит Брестский регион, цель, которую поставил перед собой новый инспектор. Мы сегодня поставлены, чтобы выполнять те задачи, которые стоят перед обществом, которые поставил глава у старства. И, естественно, на каждом своем участке мы должны те задачи выполнить. Я, конечно, благодарен главе у старства за такое большое доверие. Я постараюсь это доверие оправдать. То, что касается Брестской области, я просто знаю, что это динамично развивающийся регион. Я знаю, что здесь живут прекрасные люди и хорошие родители. Поэтому вместе с вами мы сможем улучшить жизнь тех, кто проживает на вот этой прекрасной земле. У нас на территории Брестской области живут прекрасные люди. Я думаю, что именно Дмитрий Дмитриевич потом при каком-то выдвижении, когда будем хорошо работать, будет жалко ему расставаться с теми людьми, с которыми придется долго работать. И самое главное, что Брестчин нельзя не любить. Потому что все то, что делается на Брестчине, на территории Брестской области, оно делается для того, чтобы... Я еще раз хочу повториться, может быть, в который раз, чтобы выполнить все те задачи, которые ставит перед нами глава государства. Но самое главное, чтобы мы делали все возможное, чтобы на этой земле было комфортно жить и работать нашим людям. И, конечно, уже после представления к должности Дмитрия Гоборова руководители Брестской области обсудили новые задачи, поставленные Александром Лукашенко на последнем заседании по снижению запасов готовой продукции. Эта тема сегодня является главной. Решение этой проблемы очень важно для нашей страны, в том числе и для нашей области, потому что от этого зависит, во-первых, дальнейшая работа наших предприятий, дальнейшее увеличение производства той или другой продукции. Если говорить вот по этой проблеме, то, конечно же, в Брестской области тоже есть здесь неподчатый край работы. Нам поручено ежемесячно администрация будет проводить мониторинг запасов, связанных вот с этим планом выхода на нормативы к 1 января 2014 года. Второй момент. Глава государства принципиально подчеркнул следующее. Запасы будут не просто убираться, они должны продаваться. Не распихивать, он сказал, по углам и не отправлять непонятно куда, чтобы на складе предприятий не было, а чтобы продавались. И в конце года, или в начале следующего, после 1 января, президент сказал, что посмотрим еще вот там, где были крупные запасы на предприятиях, какова экономика этих предприятий, как были реализованы эти запасы. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.